всем всем огромный привет сегодня у нас 29 февраля 2020 год и сегодня видео будет посвящено письму мне написала моя подписчица вот давайте прочитаем письмо и потом я постараюсь на него ответить как могу здравствуйте светлана я подписчица вашего канала у меня зовут так-то мне столько-то лет смотрю вас самого начала мне очень вы импонируете нравится ваша подача материала и информации но больше всего нравится ваша уверенность в себе и какая-то очень приятная расслабленность вот это меня и интересует неужели вы изначально такая и не было никогда сомнений и колебаний когда вы начинали свой путь на сайтах как так себя настроить и вести уверенно если куча комплексов и недостатков голове крутится и кажется никому ты понравится никогда не сможешь и от русских мужчин комплиментов не слышал уже давно а может и никогда хотя за собою слежу и выгляжу неплохо мне кажется нужно быть на определенной волне внутри и внешне чтобы добиться успеха что вы об этом думаете спасибо добрых дней вам и питеру ну и дальше я пишу чтобы героиня письма посмотрела одно мое видео и сказала согласна она или нет вот для всех кто у кого появится желание написать мне письмо вот здесь я поставлю ссылку на одно видео которое обязательно нужно вам посмотреть перед тем как писать мне письма так и мне автор отвечает письма что она посмотрела и да конечно согласна я знаю правила и думаю другим девочкам будет интересно и полезно услышать ваш совет просто реально трудно настроить самооценку на нужный лад особенно когда ты уже ну скажем за 40 до живешь в провинции не особо обеспечен и замечен противоположным полом но хочется все изменить и себя в первую очередь как это у вас происходило что вы думали и как менялись что вам помогало так ну во первых я хочу сказать большое вам спасибо спасибо за ваше письмо мне вот такие письма мне очень приятно читать и когда я начинала свой канал мне кажется поскольку я сама была из провинции вот вы описали это практически я да не особо было обеспечено и не особо было замечено противоположным полом но мне хотелось меня изменить вот для вас для таких женщин как я для девочек я и делаю мои видео на этом канале первое первое с чего я хочу начать мой ответ мое мнение субъективно пожалуйста не принимайте мое мнение как последнюю из инстанцию это первое второе я не психолог я высказываю свою точку зрения мои суждения но я могу ребята ошибаться я просто понимаю что я не могу какие-то вещи говорить такие в которых я не разбираюсь чтобы как бы моя задача не навредить не сделать еще хуже хотя бы хотя бы да вот это я понимаю вот если у вас есть какие-то комплексы которые вы в себе ощущаете какая то есть неуверенность если очень какие-то глубокие есть проблемы я вряд ли вам помогу вам тогда лучше обратиться профессиональному психологу и я еще раз вам говорю в маленьких городках и в больших городках есть службы психологической помощи они работают бесплатно они будут рады если вы к ним обратитесь каким-то вопросам и они вам помогут вам не обязательно искать каких-то знаете таких прямо известных психологов которые за свои сеансы берут там бешеные деньги вам может помочь даже молодой психолог просто потому что у нее есть такое вот специальное образование если же у вас скажем есть такие ну комплексы которые не мешают вам жить да не мешают с одной стороны но все-таки как-то вот ну что что-то что-то не так ну легкие скажем форма такая легкая но может быть мои советы вам помогут значит первое смотрите мой первый вам совет конечно во-первых конечно вы должны понимать что идеальных людей не бывает у всех людей бывают какие-то страхи у всех людей бывают какие-то комплексы чем вы отличаетесь от других людей вы только можете сказать вы знаете часто мы видим людей успешных да но мы не знаем что стоит за этим успехом как они смогли преодолеть трудности какие-то свои комплексы и стать успешными у меня была куча комплексов куча комплексов была куча проблем но я осознала когда свои комплексы свои проблемы я сама себе сказала что я должна вытащить себя знаете из болота за волосы и направить в нужное направление чтобы моя жизнь получилась потому что если ничего не делать а только знаете лежать страдать и жаловаться это путь в никуда если вы хотите иметь счастливую семью если вы хотите иметь счастливые отношения это первое вы должны понимать это труд и это работа значит я вам назову несколько я там там будут и книги и будут просто имена людей которых если вы еще не знаете если вы еще никогда не читали эти книги вот начните с этих книг они помогут вам разобраться в себе и вам придадут уверенность вот когда-то когда-то я еще тогда была очень молодая я была студентка и у меня тогда вот я как раз осознала свои психологические проблемы на мое счастье мне попалась книга Дейла Карнеги как перестать беспокоиться и начать жизнь и начать жить или начать жизнь но неважно вы найдете вот эта книга вот эта книга она мне очень помогла во-первых она очень легко читается и она объясняет что происходит причем с большинством людей вы не уникальные и не только у вас бывают проблемы и комплексы вот это первая книга потом потом вторая второй автор это серия книг психолог эта женщина психолог и у нее там много всяких регалий но вот я из всех психологов на сегодняшний день я выделяю именно ее на мое счастье и она мне попалась в тот момент когда я развелась с моим мужем у меня такая была тоже знаете стрессовая довольно эта ситуация но я это сделала потому что я решила что все надо изменить мою жизнь значит автор наталья правдина вы можете найти ее видео у нее есть канал на ютюбе но если вы будете читать ее книги у нее такие небольшие брошюры для женщин у вас появится уверенность в себе и в этих книгах она пишет я вот не очень смотрела это ее видео но я очень много книг ее прочитала она пишет прямо упражнения которые нужно сделать чтобы закрепить вот это вот состояние которое вы себе откроете позитивное новое вот это состояние упражнение для этих состояний для закрепления материала дальше дальше когда человек начинает себя например жалеть и вот он думает вот у меня ничего не получается он начинает завидовать немножко там это может быть найти не только черная зависть это может быть и белая зависть да что вот вот у нее получилось а я вот вот у меня не получается нужно обязательно вот в этой ситуации чтобы перестать себя жалеть нужно как бы сравнить себя с людьми которые находятся в еще худшей ситуации к примеру если если вы никогда не слышали про такого человека его зовут Ник Вуйчич обязательно найдите в интернете информацию кто это как сложилась его жизнь и может быть может быть вот вам поможет это правильно настроить свою жизнь на правильную волну потом у меня тоже когда вот жизнь так скажем была не очень как сказать счастливой я себя ощущала даже более несчастным человеком чем там счастливым мне казалось что настолько все плохо да то ли мне кто-то сказал из моих друзей у меня слава богу были хорошие друзья всегда ну то ли я где-то вычитала эту информацию я уже даже не знаю понимаете у меня есть голова у меня есть две руки у меня есть две ноги я совершенно полноценный человек и я сижу и страдаю вместо того чтобы начать что-то делать посмотрите на пара олимпийцев люди у которых там нет конечностей да и они завоевывают золотые серебряные там бронзовые медали они занимаются спортом потом я помню один раз я была в санкт-петербурге я уже даже не помню на какое-то мероприятие я поехала и я зашла в кафе и я стала смотреть место куда мне сесть я купила там что-то себе какой-то перекус я села за столик и потом вот тоже два человека встали стол был довольно большой от нашего стола ушли а за наш стол села два парня ну один парень был абсолютно нормально а второй парень у него не было двух рук вы представляете что такое жизнь когда у вас нет обоих рук они сели за стол и этот парень у которого не было вообще у него вот от плеч не было рук у него была на нем футболка и все вот ноги были все он он с тарелки он ел как собачка а из чашки он пил он брал зубами чашку вот так наклонял и он пил понимаете вот тогда тогда меня это очень сильно подстегнуло когда я увидела это реально вот моими глазами и я подумала что вот понимаете у меня обе руки на месте у меня обе ноги на месте у меня голова на месте психологические проблемы можно с этим справиться руку отрастить гораздо сложнее или там какой-то процесс как он протез называется да такой протез который полноценно вам заменит руку найти гораздо сложнее психологические проблемы комплексы от этого избавиться гораздо проще чем вы думаете нужно только не лениться не лениться и я еще раз вот говорю если вы хотите построить хорошее здоровое отношение в своей семье вы должны над этим работать если вы нашли вам повезло вы нашли классного мужа вот как мне повезло с питером я нашла такого классного человека и вы думаете что я просто села расслабилась села ему на шею и все нет я каждый день думаю о нем во первых и думаю как вот он старается сделать мою жизнь счастливой да я в ответ стараюсь сделать то же самое я не тунеядствующая там скажем русская мадам приехала в америку и села на шею американцу как знаете мне даже смешно было тут многие наверное из вас уже видели канал про блоги и блогеров что ли там женщина ну вроде как не глупая женщина ну свои комментарии делает именно вот на этом канале она смотрит разных блогеров но она не пишет комментарии под видео а она создала свой канал и там как бы это ее комментарии к видео и она меня конечно поразило в одном из видео когда она сказала так что вот иностранцы они видят красивую картинку они не понимают что вы говорите и они вот женятся на вас но она меня просто понимаете если у меня не нет 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 значит смотрите еще я так думаю как себя настроить на любое дело на любое дело себя можно настроить вам не хватает мотивации как сделать так чтобы у вас была мотивация сядьте за стол возьмите лист бумаги первое и напишите зачем почему вы хотите выйти замуж первое прямо четко себе напишите один два три сколько у вас там будет пунктов возьмите новый лист бумаги и напишите почему вы ищете иностранца а может быть вы в россии живете может быть вам и русские мужчины как бы ну вы рассматриваете такой вариант да четко прямо напишите себе третий лист бумаги найдите на это время какого мужчину вы ищете напишите прямо четко себе какого что важно для вас какой это должен быть мужчина еще лист бумаги берем и пишем какую семью вы хотите создать какие то должны быть отношения и вот это называется планирование у вас уже в голове есть план когда у вас в голове есть план у вас и мотивация будет сильнее и вам проще будет и вы будете направлены на нужную волну вот потом еще возьмите один лист и напишите все ваши достоинства которые у вас есть пополам его разделите этот лист с одной стороны вы пишете все ваши положительные черты которые вам нравятся у вас есть с другой стороны вы пишете свои недостатки которые вы тоже осознаете что они у вас есть и над этим вам надо работать не зацикливайтесь на этом да недостатки есть у всех людей но над этим можно работать дальше дальше еще какой я могу дать вам совет вы найдете много вот таких советов как упражнений вот у этого психолога наталья правдина вы там сделаете себе карту мечты это даже не хочу вам объяснять у нее все это есть это мотивационный такой мощный материал еще для мотивации любое дело которое вы не хотите например делать к примеру вот вам нужно я даже не знаю что прополоть одну сотку там грядку какую-то да сорняки все выполоть вы страшно не хотите это делать и как настроить себя на это нужно придумать приз вот это будет например вы я не знаю там если вы это сделаете тогда тогда вы получаете этот приз ну я не знаю там в салон красоты тысячу долларов ой ну не знаю там тысячу долларов или тысячу рублей ну неважно там вы тогда пойдете и сделаете себе например массаж только после этого если вы не сделаете эту работу никакого массажа вам не будет ну приблизительно понятно да приблизительно понятно то есть ваши комплексы ваши все комплексы они уйдут как только у вас появится мотивация на этом я заканчиваю большое большое спасибо всем кто посмотрел это видео и вдвойне спасибо всем кто написал комментарии всем кому интересны ответы на письма которые мне пишут вот здесь по ссылочке вы найдете целый плейлист кто новенькие на моем канале обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео и следующее видео будет полезная информация и в первую очередь для тех кто живет уже в США или собирается переезжать даже следующих два видео я посвящу работе первое видео будет о том как получить пособие по безработице в США кто его может получить и все-все на эту тему все-всем всего доброго пока встречаемся в следующую пятницу субтитры и субтитры и субтитры и субтитры и субтитры Продолжение следует...